Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это игра Реус, и мы продолжаем 60-минутную эру. Это последняя часть, третья часть этой эры. Довольно-таки тяжело, конечно, развиваться, но мы всё-таки попробуем. И, конечно же, если мы набираем 200 лайков под этим видео, я сажусь и начинаю создавать новое видео. Так что, ребят, дерзайте, а лайк — это всего лишь один клик мышки. Вы помните, что в предыдущей серии, в принципе, у меня остаётся то, что есть куча новых устройств, которые нужно построить, да, то есть зданий, новых проектов, но у меня вот везде чего-то не хватает. Допустим, вот здесь вот очень серьёзно не хватает новых растений, да, то есть, или, допустим, мощного благородного аспекта в данном случае, который я сейчас попытаюсь, конечно, как-нибудь разогнать, но я думаю, это не слишком мне поможет и мало как может повлиять, да, то есть. Но, но, как бы, попробовать всё-таки можно. Так, по поводу еды, допустим, здесь мы, конечно, можем ещё постараться разогнать. Насколько я в 75 здесь? А, тут наука уже нужна. Наука нужна. Ну, хотя бы науку давайте попробуем. Ладно, давайте вот как-нибудь так, ты сюда иди, сюда и здесь, давай попробуем сделать слабых аспект. Ну, вот этот вот давай, оп, ты, здесь наука у нас есть, рядом каменный сад, если рядом растения, рядом растений нету, зато мы можем растение такое вот посадить здесь вот так, оп. Оп, здесь надо было тоже увеличить, но, ладно, мы не сможем. Наука и еда. Кстати, неплохо вот это вот. Здесь мы сможем науку и еду сделать, мощные токсичные, мощные фруктовые, сейчас попробуем это сделать. Так, и у нас один пошёл, я послал вот этого титана вот сюда вот, чтобы он здесь посадил животного, как он. Вдруг есть какая-то водяная деревня, прикиньте. Ну, как видите, мощный аспект тут, в принципе, ну, окей. Так, ну-ка, ты сюда пришёл, чтобы сделать, да, лучше, давай-ка вот, ну, давай вот так вот, окей. Вот так вот, каменного гиганта мы пошлём сюда. Он здесь пускай вот так вот сделает, здесь, ну, смысла нету их увеличивать, ладно, окей. Нет-нет-нет-нет, давай-давай-давай-давай, вот сюда вот, да. Так, отлично, дальше сюда сейчас перейдём и попытаемся здесь улучшить. Что здесь? Мощный токсичный аспект, которого у меня нет вообще, либо мощный фруктовый аспект, но здесь уже как повезёт. Так, ещё раз напоминаю себе, что здесь нужно, понятно, богатство больше. Здесь науку сделали, но слабой наука, особенно если поблизости животные. Ну, животных поблизости нету, к сожалению, к сожалению, животных поблизости нету, но я уже науки немножечко побольше сделал, так. А здесь каменный сад плюс 20, если рядом растения, ну, симбиоз, если используется 20, скоро начнётся симбиоз, кстати, и, в принципе... И, кстати... Блин, это круто, то есть симбиоз скоро начнётся, когда у нас плюс 20, плюс 20, то есть это нормально, хорошо. Так, дальше же... Дальше, дальше, дальше у нас... Дальше у нас, давайте подумаем. Ну, вот здесь вот, в принципе, да. Окей, погнали. Здесь у нас, давайте вот это улучшим до вот этого уровня. Давай. А, это уже не то, ребят, это я не то делаю, блин. Здесь-то уже проекта нету, проекта только здесь. Блин. Богатство. А, может быть, это не нужно, может быть, тогда здесь богатство вот такую поставить. А, рядом шахта должна быть. Так, здесь тоже, кстати, вот, посмотрите, в принципе, есть, да, вот граница вот она где, то есть она не... Давайте здесь попробуем шахту поставить. Плюс 15, ну, больше даёт, по-моему. Плюс здесь я ещё, вот здесь вот, я ещё могу улучшить вот так вот, да, сделать благородный аспект вот так вот. Здесь... А, если особенно есть животное, ладно, сейчас вот до 20 дойдёт, посмотрим, сколько будет даваться. Есть, отлично. И здесь я даже могу вот это вот сделать, приносит больше богатства, да? Оп-оп, отлично. У меня уже... Как? Как 176? Было же больше. А-а-а... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. За каждый золк, кабургу, койота. Стоп. Значит, какой-то бонус... Вот этот бонус работал. Ох ты ж, ёу. Плюс 15. Да-да-да, ребят, вот этот бонус работал. Животных-то давал. М-м-м. Блин, и как же мне тогда... За каждое животное. Чёрт, как сложно-то, а? Ладно, с едой всё нормально. Животное, животное, животное. За каждое животное. За каждое животное. Вот здесь вот, по сути, можно животное сделать, да? Оно нам будет давать и богатство, и... Давайте попробуем. И как раз улучшать вот это вот. А, если рядом есть растение, плюс 20. Но здесь вот, смотрите. Вот это вот может быть улучшено. И здесь симбиоз поблизости животных, да? Давайте попробуем. Вот так вот сделать. Сейчас посмотрим. Плюс 40. Просто с ничего плюс 40 сразу стало, вы видите? И 80... Уже 81. Уже 81. То есть здесь уже даже и не нужно что-то добавлять. Поэтому сюда мы ставим животных. Хотя... Нет, вот сюда вот ставим животных. В любом случае так. И... И... 181 все равно мало. Но хотя здесь уже 130. Ну, 30 точнее. Блин. Еще одного животного нужно. Здесь, конечно, если есть растение, плюс 35 дает 20. Да. Кстати, похоже, такое количество они дают только из-за того, что рядом здесь есть растение. И здесь рядом растение есть. Блин, а? Так, богатство. Что я еще с богатствами могу сделать? Вот здесь вот богатство воткнуть? Давайте попробуем. Там богатство могу воткнуть. Но... Животных по-хорошему где-то тоже здесь нужно разместить. А где? Я не знаю. Ну, было провально. Ну, извините уж. Простите. В бараке было провально. Но это неизбежно. Это... Конец этой миссии будет таким провальным. Потому что я очень мало смогу сделать. Я вот пытаюсь все одно хотя бы разогнать. Да, то есть... Но у меня и то не очень получается. Ну, вот уже 196. Банк было начато. Воу. Вот в этом поселении банк... Хм... Тут уже 200 богатства, да? Удивительно, на самом деле. Ладно. Как вариант, кстати. Как вариант. 49 сразу же. Вот почему 34? На этом участке экологии. 34. Понимаете? Ну, блин, ну серьезно. Ну, почему меньше-то? Ай. Давайте вот так вот еще. 44. Отлично. 49. 49. 49. Давай. Может быть, получится. Ребят, может быть, получится. Кто знает. Это было бы эпично. Ну, последнее. Сколько еще? 54. Отлично. Отлично. Так, дальше. Здесь у нас что? Надо... Так, нужно, нужно, нужно... Богатство, да? Улучшать. Богатство. Так, допустим, какой-то аспект. Улучшать животное аспектом хищника. Богатство и опасность дает. Так, а здесь мы можем... Нет. Значит, вот так вот. Давайте. Оп. Сейчас будем разгонять просто-напросто. Так, еды, конечно, меньше дается, но... Но здесь мы можем спокойно вот этот аспект начать вкачивать сюда, допустим. 41. Пошло. Разгон, разгон. Давайте. Хотя бы... Буду надеяться. Хотя бы, может, так получится. 46. Ты вот... Ну, блин, давай. 15, ну, 18. Тоже неплохо. Тут уже 51. 254 я разогнал уже. Так. Так, 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 так. С едой. С едой. Здесь все плохо, кстати. И она понижается. Еда понижается. И мне это не нравится. Допустим, здесь я могу... Богатство так... Давайте-ка сделаем. Оп. Шесть богатств стало. Кстати. Мощным экзотическим аспектом, которого у меня нету, кстати. Да, кожи у меня нету. Стоп. Мощный экзотический аспект. А, вот, вот он, кожа, да. Так, окей. Здесь больше ничего нельзя сделать, но мы, допустим, можем его также разгонять богатством, допустим. Окей. А, здесь уже... А, здесь уже... Ух ты, куда... На... Литпатч. Сюда, что ли, нападают? Да, смотрите-ка. Офигеть. Вы что, озверели, что ли? Так. Как быть, как быть, как быть? Как быть, как быть, как быть? Можно вот так вот сделать. Нет, давай-ка, 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 иди сюда. И вот где-нибудь здесь вот, давай. На-а-а. Брррр. Ребят, вы сами решили так, что... Блин, ну, серьезно. Они сами так решили. Так, здесь я сделал, конечно, богатство, но... Мне бы еще одного... Мне бы еще одного... Так. Плюс 10, если я еще одного животного сделаю. Но это будет уже не серьезно. Потому что, ну, блин... Я здесь, если растения убираю, то все. Границы они почему-то не хотят чуть-чуть еще расширять. Так что, ребят, ну, не знаю. Давайте вот сюда переходим. Сейчас здесь будем заниматься делами. Мне просто даже интересно. Смогу я хотя бы золото разогнать. Но золото как раз-таки, мне кажется, я смогу разогнать. Йоу-йоу-йоу. А че они как... А че их как много-то? Ну все, разрушилось. Провалено задание банка было. Ну, почти. Я, кстати, почти затравил. Ну, ладно. Короче, вот это вот все. Они... Ооо! Они какие агрессивные-то! Блин! Да им тут, наверное, даже не... Вот давайте-ка так вот. Животный аспект опасный сейчас сделаем. Тут война, кстати. Видели? В ответку им начали стрелять. Форест-гигант подвергается нападению. Серьезно? Вот отсюда? Серьезно? Ребят, вы че-то... По-моему, вы попутали мальца, нет? Хорош! Успокоиться, я сказал! Я тут еще хищников, да? Оп-оп. Все, пускай... Пускай успокаиваются, потому что что-то они совсем озверели. Ну, понятно. Посмотрите, у них тотем какой красавушный. Здесь-то поменьше будет. Так. Давайте здесь попытаемся банк сделать. У нас вторая попытка. У нас еды есть. Так, стоп. Так. С чего начать-то? Давайте-ка мы вот так вот. И вот здесь вот сразу вот так вот сделаем. Окей? Окей. Здесь есть такая штука, которая за... За каждое животное внутри границ. Окей. За каждое животное внутри границ. Можно сразу же сделать где-то вот здесь вот змей. Смотрите, они куда-то... Что это они? Йоу. Серьезно? Вы серьезно? Бараки были начаты. Для бараков нужно... Ну, в принципе, можно здесь сделать. Сейчас подготовка к войне. Минус... Что? Они... Чего? Серьезно? Вы к войне готовите, что ли? Или что? Ладно. Пускай мучаются. Не знаю. Страдают. Куда они идут? Кого они сжигать идут? Я не понимаю. Вы что, серьезно, что ли? Вы серьезно кого-то сжигать идете? Кто вам позволит это делать? Я немножко не понимаю. Чего-то они озверели-то так. И куда они, главное, идут-то? Так. Окей. Ладно. Успокоим. Успокоим их в любом случае. Рано или поздно. Так. Здесь аспект мы делаем фруктовый, да? Да. Фруктовый. Будем надеяться, что он... И здесь сразу же... Давайте еще вот так вот. Оп-оп. 56. 61! О, боже мой! 61! Еще я сразу же... Еще в следующий аспект. 68! Форрес подвигает атаки. Вы что, серьезно? 70... Все, 300! Так. Ну-ка, чувак, вот... Давай-ка отходи. Они что-то совсем озверели. А как людей прогнать-то, типа, ну... Чтоб они успокоились? Давайте вот здесь вот так вот еще сделаем. Здесь вот так вот получается. Так. 74 еды у нас. Я не знаю, почему здесь вот так вот легко мне... Вот таким вот каким-то легким образом у меня получается уже разогнать такое огромное количество. Ух ты! Личи, топаз и красный перец. Топаз только что был, да, по-моему? Стоп! 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 Стоп, 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 стоп! Давайте-ка богатство сделаем. Так. Ты вот иди-ка сюда и вот здесь вот сделай. Ну-ка. Так. И вот сейчас вроде бы, если я так вот сделаю, то сделается как раз-таки топаз и даст еще больше еды. И тогда науке просто надо. Мне просто интересно. Ну да, вот этот топаз, то есть... Воу, 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 за каждый топаз дает... Вот это круто на самом деле. Куда пропало мое богатство, которое было? Тут 30... 39... Тут... Ааа... Тут же в разы больше было, нет? Так, ну ладно, вот так вот оставляем. А, ну вот это богатство сейчас мы еще сделаем, да? Вот так, 324. Окей. 324, тогда сейчас здесь вот так вот делаем. Блин, да отстаньте вы от меня, ну серьезно. Вы чего, какие... Аптека была, значит, что где-то... Так, здесь, если рядом есть растения, но... Так же мы можем здесь, допустим, разогнать науке слабое вот это вот, да, пытаться сделать. Поблизости есть животное, так, окей. Оп. И все, это уже мы не получ... Получается, не сможем сделать, но мы с этой стороны можем сделать, да, ребят? Мы с этой стороны можем, допустим, вот здесь вот, да, то есть... Науку сделать. Как вот этих чуваков, блин, прогнать, они задолбали, атаковать моего лесного жителя, не понимая, с чем у них проблемы. 51 уже здесь, так? Был банк, значит, так... Я не успеваю, конечно же, понятное дело, что не успеваю, но ладно, я как бы и не... А, ну тут все уже, хорош. Здесь у нас опять животные, кстати... Воу-воу-воу, вы че, да... Вы че, серьезно, что ли? Я вас утих... Смотрите, они ненавидят богов. Блин, их точно надо утихомиривать. Науки 86, ребят, все, я здесь построю сейчас. Банк! Богатство используется больше, чем у этого поселения. Так, а как тут разрушить-то? Я знаю, как мы сейчас сделаем. Потерпи, пожалуйста, чуть-чуть. Не-не, не вот так вот, а... Вот так вот, давай-ка. Потерпи сейчас, пожалуйста, буквально чуть-чуть. Совсем оборзели. Давай! Давай! На! На! Наказан был до полной покорности! Вот это... Вот это мощно! Мне понравилось. Редвуд было наказан до полной покорности. Вот так вот и нужно поступать. Так, у меня почему-то здесь упало... Упало... Богатство. Не понимаю, почему. Но, в принципе, мы можем... Что сделать? Мы можем сделать вот... К примеру, вот так вот. Так, окей, следующее. Вот здесь вот... Так. И вот так вот мы сейчас здесь... Что у нас? Еда и наука, да? Подготовка к войне. За каждую медь, железо... Ветлу и соль внутри границ. Складывается в три раза. Здесь, кстати, медь как раз-таки есть. Что для этого нужно? А тут как раз наука. Ноль из одного... Воин выиграно. Ну, чуваки, как я вам это смогу сделать-то? Ладно, окей. Бараки. Так, бараки здесь у нас готовы. Ну, типа, будут использованы здесь. Вот сейчас кончатся. Я не успеваю, да? Или нет? Или это аптека только началась. 197. Богатство. Пятьдесятые науки. Границы. Ну, в принципе, присутствуют довольно-таки большие. С едой точно не будет проблем. Давайте попробуем, да? Давайте попробуем. Здесь... Здесь, похоже, не хватает, да? Чего-то. Оп. Серьезно? Вот так... Вот так вот даже, я понимаю. Надо еще лучше его сделать. Деревушка была... Так, окей. 301. Ну, давайте здесь еще увеличим. Все, 331. Все нормально. Так. И все давайте-ка сюда... Так, хотя бы одно высшее строение, так скажем, построим. Типа банка. Это будет уже круто, на самом деле. Так, здесь у нас, значит, все нужно разгонять. Здесь нужно разгонять и богатство, и науку. 200 науки надо сделать. А так как море... Только морем могу еду добывать, да? То, в принципе... А я могу вот здесь посадить... О, могу какое-то растение посадить. Ну-ка, давайте посмотрим, что это за растение хотя бы. Ну, просто интересно, да? Лайтпад от... Опять... Это опять они, что ли, или что это? А-а-а! Это теперь они нападают на других. Это я сделал покорным. Здесь... Если я сейчас здесь начну покорным его делать, то это будет не очень хорошо. Поэтому вот сюда вот давайте человечка отправим нашего, да? Только так и остается. Так, смотрим, что у нас здесь выросло. Странно. Ничего не выросло, но зато он... Странно. По поводу рыб. То есть, вот дальше... Дальше какого-то определенного момента я не могу, да, пойти. Коров у меня вот этих тоже нету. Так что... Вот, ну, богатство я таким образом не могу разгонять. Только, значит, рыбки. Так, здесь у нас морской окунь. Здесь скумбрия. Скумбрия как раз таки может превратиться в морского... Морского окуня, да? Так, здесь мы, значит, можем вот так вот сделать. И здесь... Через один, в общем, будем сажать рыбку. Так. А ты иди-ка сюда. Давайте. Сейчас еще раз перезаряется. Мы еще раз выстрелим. Цирк был начат. Цирк, наверное, в другом... В другом месте я, наверное, не смогу построить. Потому что это практически невозможно. Ну, я надеюсь, это вот государство отстреляется, да? То есть... Тут, смотрите, немножко жители. Плюс еще сейчас... Змеи, наверное, сделают свое дело. Ну, да-да-да, все отлично. Все отлично, отлично. Так, давайте подумаем здесь, наверное. Что можно вообще сделать. Так, где-то... Вот здесь вот косяк рыбы. Его можно превратить в такой вот. Плюс еще мы можем аспектами разогнать, да? Так, отлично. Смотрим, что здесь дальше. Аспект будет давать еду. Так что давайте... Без промедления начнем это выполнять. Дополнительная еда не помешает. Не помешает, по-моему. Не помешает никому. Здесь даже вот такой вот аспект стоит. Плюс богатство дает. То есть даже вот так вот можно, да? Ой, нет-нет-нет-нет. Вот сюда вот можно, по-моему. Так, окей. Где-то вот здесь вот еще... Доминая печь началась. Доминая печь началась. Ого! Вот это вот строение. Вообще огромное, но... Но... В принципе, и нету проблем его построить. Посмотрите, что нужно для этого. Науки очень много. Как минимум 5 минералов без проблем. Еда без проблем 50 штук. Богатство уже есть даже больше, чем нужно. Остается науку. Так что здесь, в принципе, можно науку сделать. Но мы сначала вот с этим попробуем разобраться. Все-таки по поводу богатства. По поводу богатства. Так, богатство, богатство. Драгоценные металлы, богатство. Давайте. С едой... Еда у меня 251. То есть, еду только здесь нужно разгонять. Потому что, если занимать места... Если занимать места, то... Не очень хорошо получится. Здесь вот уже лишнее. Пустынный посол появился, ребят. Вот это вот... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Построился, ребят. Круто. Я ни разу такого не строил. И здесь у нас, смотрите, вот это вот можно поднять. Здесь может... А, не может. И здесь вот этот, да. Это тоже не может. Блин. Так или так? Так или так? Так или так? Так или так? Давайте вот так вот. Ну что ж, давай, друг. С удачей, как говорится, по жизни. Так, здесь у нас... Все, в принципе, везде все отлично. Они... Здесь сейчас мы вот добавим аспекты. Вот... Стоп. Вот сюда, по-моему, да, нужно аспект добавить. Вот так вот. И у нас будет даваться 100-251 еды, но уже этого будет чересчур много. То есть... Ну, в принципе, нормально. За каждое такое растение... Так. Науки от... Стоп. Райские сады дают плюс 150% еды. И науки от растения на расстоянии двух клеток плюс 15 трепет за каждое такое растение. На расстоянии двух клеток... А тут негде рассажать на расстоянии двух клеток. Поиздевались. Хорошо поиздевались. Отлично поиздевались. Богатство и науку, ребят. Науку, скорее всего, я не смогу как раз-таки разогнать. В этом-то и будет, наверное, самая такая загвоздка. Если рядом растение, 46 дает уже, да? То есть... Богатство-то, ладно. 50... 50... Вот мне, в принципе, одну сейчас разогнать и все. 53. Все, богатство есть. 58 уже. Но здесь вот, если рядом есть растение... Если рядом есть растение, плюс 20 дает... Да не круто, на самом деле, если рядом есть животное, да? То есть... То... Наука, наука, наука... Животных... Научных животных у меня нету, к сожалению, да? Так, а если я вот здесь вот сделаю? Животное же рядышком есть, да? Кстати, вот здесь вот еще может быть. Ну-ка, давай-ка. Что здесь можно... Мм... Ну, попробовать нужно. Может быть, больше будет давать. Кто знает, да? Так, окей. И какой здесь аспект-то... Вот этот, да? Мутагенный, так скажем. Да-да-да-да. Мутагенный аспект. Блин. Вот этот сейсмический аспект, который улучшает минералы. Ага! Кстати, я могу вот им сейсмическим аспектом разогнать. Странно, что здесь нигде не используется сейсмический аспект. Ой-ой-ой. А, он издалека это может делать. Хорошо. Хорошо. Плюс один. Так, ты... Стопай, зачем я тебя пригнал? А, я тебя пригнал вот это вот сделать. Окей. Как он пальцами это делает? Прямо шаман. Ну-ка, 18. Всего лишь 18. Дальше уже не получается. Если расположен в горе, не дает. Так, понятно. Значит, все-таки выгоднее вот такой вот обычный иметь аспект. И просто разогнать на нем вот этот вот реакции. Реакции. Вот так вот. Отличненько. Уже 38. И максимум 45. Неплохо. Неплохо. Смотрим, сколько у нас. 50 будет. 65 у нас науки. 65 науки. Давайте здесь смотрим. С наукой, конечно, вот будут проблемы. Прямо конкретные проблемы. Потому что наука... Как вот наука растений? Ну, я не смогу здесь. Тут нету на протяжении двух клеток никаких растений. Я не смогу их поставить. Вот в чем прикол. Поэтому это бесполезно даже думать. Обидно, обидно. Скорее всего, из-за этого-то и не получится. Ну, 21. Максимум 21. А, здесь я могу вот так вот здесь. 46. Бадабум. Ммм, отлично. 46. Вот здесь вот уже все. Не получится ничего сделать. Ну, как видите, 144 максимум. Да, то есть получается. 144 максимум. Потому что расти больше некуда. Конечно, я еще могу сюда воткнуть. Чуть-чуть побольше будет. Чуть-чуть буквально. Но этого совсем мало. Ладно. Окей. Цирк. По поводу цирка. Нет. Здесь... Хотя... Стоп. Цирк вот тут вот. Еда 200 требуется. Хотя, по-моему, такое чувство, что я здесь и пытался уже это разогнать, да? То есть... Еду как раз-таки и пытался разогнать, по-моему, да. Конечно, можно богатство еще разогнать. А что-то не хватает. Как минимум еще 5 животных нужно. Науки у меня почему-то 105. Откуда у меня науки 105 дается? А! Стоп. Не пойму. А! Наверное, с бонусами какими-нибудь, да? То есть вот... Да. 45 науки за каждый различный минерал. А! Ну, 45 всего лишь дает. Здесь 20. А! 45, 20, 20. Ну да. Все, в принципе, понятно. По поводу цирка. Стоп. А давайте-ка еще подумаем. Потому что здесь вполне может быть. Сколько у меня там вообще осталось? Три минуты? За три минуты я, конечно, не успею, наверное. Вот эта штуковина, блин, от... Доминая печь огромная. И в принципе, в теории здесь, наверное, можно... Давайте с доминой печи, печи, по крайней мере, под конец поработаем. Потому что это хотя бы интересно как-то, да? Скорость перемещения. А, ну... Мне говорили, что можно ускорять перемещение. Длительность 40 секунд. Ну ладно, это уже поздно этим пользоваться. Хотя, в принципе... Вот этим, конечно, еще я не пользовался, кстати. Мусон, наверное, зря я не пользовался. Потому что, в принципе, в теории можно этим очень даже неплохо развиваться. Так. Так-так-так-так-так-так-так. Доминая печь. Доминая печь. А где у них... А, ну вот, на границах прям. То есть, это вот границы. Так, 175. То есть, в принципе... В принципе, в принципе, у нас вот здесь вот... Так. Вот это вот сразу заменяем, да? То есть, это заменяем на... Технология вот такую. Здесь мы... Если рядом есть животные, вы... Оп! 65! Бум! Так, сюда сразу же вот такой вот аспект идет. Здесь у нас, опять же, растения. Но нам это нужно. Так, 50 еды, в принципе, нужно. Ну ладно, сейчас с едой... С едой, наверное, будем под конец. Потому что... Это самое сложное. Наука, наука. Сначала наука. Так, окей. Хотя вот здесь вот можно с... Ну, как-то так и сделать, да? То есть, у нас, хоп, сразу еды увеличилось. Так, здесь еду увеличиваем. И заодно... Нет, стоп. Может быть, есть что-то... О, тихо, вот так вот. Наука. Так, ты у нас иди-ка сюда. И здесь мы сейчас еще пошаманим немножечко. Так. Вот этот аспект. Здесь нормально разогнано. Здесь... Давай-давай-давай-давай-давай. Оп. Есть. И давайте еще его разгоняем. Так, 43. 157. 162. То есть, в принципе, я, смотрите, довольно-таки успешно это все делаю. Так, вот здесь вот можно разогнать еще. Давай-ка еще. Иди-иди-иди сюда. 167. Ребят. Бада-бум! Готово почти. 20. Уже больше. 172. 175. Ну, в принципе, я справился. Остается только просто подождать, да? То есть... Ну, и времени набраться. И тогда все будет отлично. Здесь, если рядом, на этом участке экология. То есть, в принципе, можно вот этот вот еще заменить на научный. Вот этот вот. И у нас получается... Даже, кстати, здесь вот... А, это уже соседние клетки, да. Блин, круто! Я бы здесь доминую печь построил, если бы успел, конечно. Минута остается, она просто не успеет. Хотя... Хотя, стоп-стоп-стоп. Я, наверное, может быть, и успею. Кто знает. 223. Все есть. Просто нужно... А, ускоряйся, ускоряйся. Я хочу успеть. 38. Оставшееся время. Даже предупреждения нету. Ну же! Ну же! 146. Не успевает. Она просто тупо не успевает, конечно. Ну ладно. Здесь можно было еще воткнуть. Еще воткнуть. Вот здесь вот, допустим. Вот, да, вот. А, давайте попробуем. Вот прям безумственно под конец. 10 секунд. Нападает кто-то на кого-то. Гиганты теряют свою силу и устанут в течение одной минуты. А, еще одна минута есть. Отлично, отлично, отлично. Давайте, ребятки. Бабам. 171. Ух, хочу, хочу. Давайте, еще живите. Есть пустынный. Кто? Кто может? Я хочу, 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 хочу. Давай ты. Все, они уже наполовину спят. И... Давай, поднимай, поднимай его, ну. Нееет! Он уснул, зараза! Уснул! Нет! Ах ты ж! Ну не вовремя ты и ты. Давай! Херач! Нееет! Да зачем же ты уснул-то, а? Ну вот, ребят, не успел чуть-чуть. Но... Но это было круто. Понятно, что очень многого мне не хватает. То есть видно, что здесь дальше растения. Дальше минералы какие-то, да? То есть... Дальше какое-то еще развитие. То есть тут много куда еще есть стремиться. Много куда есть развиваться. Но этого просто пока не открыто. Поэтому нужно играть больше, чтобы открывать вот эти новые всяческие технологии. Чтобы, собственно говоря, появлялись, появлялись больше возможностей. Это было бы круто на самом деле. Но, к сожалению, этих возможностей пока у меня нету. И смотрим, что же я открываю. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, и левел ап третьего уровня. Тринадцать технологий, ребят, открываю. Это офигенно. Агрокультура. А, нет, не то. Баланс. Завершить эру с поселением, имеющим хотя бы по пятьсот единиц каждого ресурса. Алоэвера. Переобразуется из-за феррокактуса. Это многоцветное растение используется в косметике. Но также может использоваться для лечения ран, ожогов и кожных заболеваний. В древнем Египте алоэвера была известна как растение бессмертия. Динамичная эра. Завершить эру имеет тысячи единиц достатка. Вишня. Получается из отличной яблони или отличной клубники. Ежегодно в вишневый куст приносит до семи тысяч вишень. С которыми можно испечь около тридцати пирогов. Вишневое дерево не только приносит вкусные вишни, но еще красиво цветет. Так, следующая. Физика. Завершить эру с поселением, имеющим 150 единиц достатка, используя только растения и минералы. Железо, ребят, появилось. Существует в лесу, пустыне и горах и преобразуется из меди и соли. Почти вся земная кора состоит из железа. В теле человека достаточно железа, чтобы сделать гвоздь. Нифига себе, я не знал даже. Отличная разработка. Завершить эру, построив отличный проект. Вот, кстати, скорее всего, то, что я в банк достроил, отличный проект, это очень круто. А если бы я еще, наверное, доминую печь достроил, это было бы просто потрясающе. Як преобразуется из отличного, из отличной кабарги. Помет яка используется как топливо для печей. Як млекопитающее, способное выжать на наибольшей высоте. Золотая эра. Завершить эру имеет 2000 единиц достатка. И снежный барс у нас появляется, преобразуется из отличной кабарги. Снежный барс использует длинный хвост, чтобы защитить нос и рот в сильные морозы. Снежный барс может поглощать жертву до трех дней. Нифига себе. Лесной городок. Завершить эру с лесными поселениями еще 300 единиц достатка. Здесь у нас зубры появляются, преобразуется из отличных бобров или отличных кроликов. Зубры почти вымерли, когда осталось всего 54 особи. На данный момент дикая популяция составляет 1800 особей. Зубр крупнейшее млекопитающее в Европе. Вот гады все вырезают, а. Рыбное поселение завершить эру. Вот круто, я это очень хотел. И у меня появляется фосфор. Существует в болоте и преобразуется из меди и соли. Фосфор требуется для всей их форм жизни. Фосфор считается элементом дьявола. Так используются в взрывчатке, ядах и отравляющих веществах. Фантастическая эра. Завершить эру имеет 1600 единиц достатка. Красный перец преобразуется из отличного феррокактуса. Самураи в Японии использовали этот красный жгучий перец, чтобы заглушить страх перед боем. Чем меньше и тоньше стручок, тем он острее. А, не знал, кстати, вот такие. Прикольно, а здесь описание, конечно. Эра развития. Завершить эру, имея 800 единиц достатка. Марлины преобразуются из морских окуней и рыб-попугаев. Марлин. Один из быстрейших пловцов в океанских просторах. Полосатый марлин может менять цвет своих полосок. Забавно. Пустынный городок. Завершить эру с пустынным поселением, имеющим 300 единиц достатка. И здесь золото, наконец-таки. Наконец-таки золото. У меня алмазы первее золото появились. Преобразуется из оникса. Мир выплавляет больше стали в час, чем было когда-либо выплавлено золото. Золото можно есть. Да? Не знал. Прикольно. Пустынный городок. Завершить эру с пустынным городом, имеющим 500 единиц достатка. Платина появляется, существует в пустыне и преобразуется из оникса, фосфора и железа. Платина. Блин, не зря она такая дорогая. Вся когда-либо найденная платина вместится в гостиную среднего размера. В космосе платина более распространена, чем на Земле. Ее находили на Луне и метеоритах. Целевизованный. Закончится эру с поселением, имеющим 250 единиц достатка. Финиковые пальмы преобразуются из агавы. Финиковые пальмы называют деревом жизни, потому что это одна из немногих культур, растущих в пустыне. На одной пальме вырастает приблизительно 100 килограмм 220 фунтов фиников. И последняя. Эра роста. Завершить эру, имеющую, имея 2200 единиц достатка. Алюминий существует в лесу, пустыне и болоте. Ее преобразуется из отличного фосфора и железа. Алюминий подлежит полной переработке. Переработка одной алюминиевой банки сохраняет энергию для работы телевизора на 3 часа. Фух, это было мощно, ребят. Это, конечно, я не так сильно развился, конечно, но то, что вот у меня появилось так много новых открытий, это, конечно, потрясает. И, собственно, появилась 120-минутная эра. И вот тут я не знаю, стоит ли ее начинать или вообще продолжать эту игру. Вы уж сами решайте, ребят. Вы знаете, что делать. Пишите в комментариях ваше мнение. Может быть, с дополнительными настройками можно поиграть. Режим Титан, вы не сможете сохранить игру. Нет паузы, отключает пробел паузы. Режим Бога, гигант практически неуязвимый, включает альтернативный режим. Максимальный режим. Четыре посланы на гиганте, открывают все умения, включая... Включает альтернативный режим, быстрый режим, режим исследования. Ну, в общем, вы поняли, что делать. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok